Отстают от графика выполнения планов дорожники и сельскохозяйственники. Капризная погода вносит коррективы. Если Нинецкая ЭПК отчаянно ждет, если не теплых, то хотя бы сухих дней и начала активного сенокоса, то в городской администрации до сих пор и решают, косить или не косить траву по обочинам дорог, на улицах, в парках и скверах Наринмара. В чем проблема? Ответ был найден на планерке при губернаторе округа. Вопрос, косить или не косить, связан с благоустройством Наринмара, точнее, с его неблагоустройством. Глава региона Игорь Кошин посоветовал не жалеть придорожные сорняки и в ближайшее время привезти город, надлежащий окружной столице вид. Тем более, что трава в скверах – это не силос для коров. Косить можно даже под дождем. Чего не скажешь о кормозаготовке. Руководитель Ненецкой АПК Анатолий Чудочин на планерке доложил, что в этом году кормозаготовка снова идет с опозданием по графику. Именно из-за погоды. Она закрыл, что у нас в связи с погодными условиями будет тяжелая. На сегодняшний день готовы на 150 тонн. Все ножа, все ножа, которые пока не можно. В режиме ожидания находятся шесть сельхозорганизаций. Ненецкая агропромышленная компания, СПК «РК Заполярье», «Сула», «Великовисочный» и «Омский» животнооческие комплексы и СПК «Харп». Ждут погоды и дорожники. Наринмарк «Доримстрой» уже отстает от графика на две недели. На концу недели заканчиваем федералку. Будет в течение двух недельного до 141 съезд будет до конца месяца по федералке. Много устройства, будут пробки. И приступаем к Первомайской, дальше Ленина, город закрываем. Ну, также и новые стройки авиаторов, рыбников, сосудов. Специалисты и техника на этих участках работают и днем, и ночью. Все, что, конечно, вызывает недовольство жителей города, отметил Владимир Низьев. В адрес организации уже поступают письма недовольных. Жалуются, конечно, на шум. Деваться не было, срочно надо работать. А кто пишет? Работники или... Ну, это с... Жители? Да, жители. Жительница написала на оргике, грамотно, на все статьи определенно. Жить невозможно, еще раз услышать шум бульдозера. И, ну, это хорошо написано. На предприятии жалобы понимают, но просят перетерпеть временное неудобство. Ведь город ждал ремонта дорог не один год. Еще один важный вопрос, который не зависит от погоды, обсудили на губернаторской планерке. Руководитель департамента региональной политики Виктор Ильин рассказал о предстоящих выборах. 13 сентября, в единый день голосования, пройдут дополнительные выборы депутатов в городской совет по многомандатным избирательным округам, центральному и портовому. Кроме этого, назначены выборы главы муниципального образования Телевисочный сельсовет и дополнительные выборы одного депутата по многомандатному округу номер один. Также пройдут досрочные выборы главы муниципального образования Великовисочный сельсовет. Кроме этого, жители округа примут участие в выборах губернатора Архангельской области. Все избирательные комиссии сформированы и приступили к работе. На сегодняшний день идет движение кандидатов от политических партий и самому движенцу. Кроме этого, на планерке доложили, что департамент природных ресурсов и экологии удовлетворил просьбу рыболовов-любителей. Путевки начнут выдавать с 15 июля в Центре природопользования по адресу улица Рыбников, дом 1А, кабинет 8.